всем привет уважаемые зрители мы в киеве и в киеве мы встретили человека который играет полноценно или все-таки все еще стенд-ин команды все еще с они насколько давай начнем с того как вообще выглядит вот твоя роль то есть ты прекрасно понимаешь что ты стенд-ин или ты все-таки надеешься что ты получишь место в команде если будут хорошие результаты надеюсь надеюсь ну как надеюсь есть большие шансы остаться все от меня на данный момент этот меня здесь зависит то есть они могу там что внутри происходит рассказывать но могу сказать что на данный момент все от меня зависит так что надеюсь и сделать все чтобы остаться в основе момент когда тебе впервые написали ребята я думаю ты особо долго не думал но ты знал ситуацию я так понимаю правильно что они приглашали гпк и что его не отпустили то есть ты понимал что как бы твоя ситуация ну будет подвешенной вот про что ты думал и как как вот в твоей голове это складывается то есть ты знал что ты идешь на место который тебе не гарантированно и надо бы заслуживать его ну не скажу что это быстро обдумал не для этого понадобилось два дня целых да я обо всем знал мы с лёхой разговаривали лёха всегда прямолинейный все говорит как есть мне в общем он всю ситуацию описал сказала типа ну я был второй кого не хотели то есть 1 тг пока если но его не пускают понятное дело и есть его не пускает им нужен был я меня спросили хочу ли я то есть мне там никто не заманил меня напрямую спросили хочу ли я то есть они еще не знали что с ребятами с деньги на буткемпе все такое я им сказал сначала я вот так ты так на буткемпе сразу же я не смогу приехать на подумать обсудить кое-что и с тобой с ребятами и первый же вопрос который у меня был к лёхе если мы выиграем куалу поеду ли я с вами на мажор будет хороший результат и останусь ли я с вами не сразу сказали случай если пока все же не отпустят хотя ну и сегодня отпустят и заиграешь хорошо то есть мы заиграем тот ты останешься по случаю появишь на мажор или нет то тоже не было гарантированно ответа ну почему я согласился пойти потому что я знал что это мне даст много опыта я давно мечтал поиграть в этой команде с ребятами этими и вот и все ну это был для меня риск и я не но я захотел рискнуть и попробовать себя поэтому я всему надо доволен поначалу эти первые два дня мне давались очень тяжело по итогу но я считаю что я поступил правильно то есть по отношению к людям некоторым я плохо поступил но я захотел поступить как эгоист в данном случае потому что в жизни я за свои 21 я уже понял что иногда нужно так поступать чтобы быть в плюсе быть правильно ситуация с ромой резолюшином когда он приходил вертус про было очень похоже на твою ситуацию то есть он был на буткемпе с командой готовился к квалификациям его пригласил лёха он тоже довольно болезненно это восприняла команда ты в тот момент был на буткемпе с ребятами из бейт я так понимаю несколько дней буткемпа уже это продолжалось это не было там особо анонсировано и так далее как ребята восприняли как как это вообще выглядит потому что скажу честно я я такие ситуации больше всего не люблю в киберспорте я даже не знаю как из них выходить вот я бы не знаю что я делал на твоем месте как это объяснить ребята ну понятное дело я сначала здание поговорил мы с ним прошлись минут 30 обсудили это понятное дело мы с нас все ситуации спарились одинаковой стороны то есть конечно он не говорил типа лучше остаться потом после квал ну уже делать этого но это было тоже рискованно для меня то есть я мог там сыграть с ними куалу проиграть их поступить возможно точнее выступить возможно плохо ко мне возможно потеряли бы интереса им возможно шли бы кого-то с кем не сыгрались бы то есть там могло быть такое что до меня вообще не дошло бы после куал то есть мы не могли с кем-то другим заиграть то есть это был для меня прекрасный шанс ребята ну мне хоть и говорили что они мол понимают что на моем месте кто-то еще ушел бы все такое они понимали но в то же время конечно же этом там были большие планы у дании там это все и себя ухожу это все рушилось и ребята именно в тильте был бы были и меня тяжело было на них смотреть поэтому я эти два дня практически один провел но периодически видел с ними даме разговаривал ну и вот ребята расстроились не знали что делать и как то так bootcamp virtus pro сразу же перед квалификациями сложные квалификации очень сложные квалификации можешь ли ты хоть немножко приоткрыть завесу вот какое было какой был моральный настрой у команды когда объективно говоря комьюнити на протяжении двух недель в процентном соотношении на 80 на 20 дико уничтожала покрыта virtus pro и так далее добавляла ли это спортивной злости как как вообще вот строилась команде от моральная составляющая на эти квалы не думаю ну лично у меня хоть и не было сразу нон с того что там что я молки ну никто об этом не знал даже это и это еще это видео появилось что мол но это информация появилась еще до квал то есть я знал что она появится и я зам как на это реагировать потому что ну я тоже понимал compan ухожу что я поступаю плохо то есть то же там люди будут писать мол ты поступил так-то это я делал это создано то есть а понимал я поступил поступило как игоист я это знал я был ко всему готов на что поводок б катит по нему не ну не видно было что он типа загоняется все прочее но тем не менее мы его поддержали Но я лично ему два-три раза сказал, что, мол, так бывает, т.д. и т.п. Это твое решение, и кто бы там ни говорил, твое право, ты поступил так, как считаешь нужным. Поэтому не обращай на все внимание, просто играй и докажи на деле всем. Ну, у нас такое комьюнити, сегодня ты проиграл, ну, типа, будут наговаривать, завтра ты выиграл, переобувка. Так вечно работает, сколько я не вижу, комментариев, сколько я не читаю, всегда так работает. И, ну, как-то так, так что у нас с моралью было все нормально, мы чувствовали себя уверенно. Единственное луз с HellRaisers было обидно, но мы понимали, в чем дело, поэтому мы просто перестарели, поговорили, пики обсудили и вернулись на второй день более уверенно. Слушай, об этом все, да, все форумы, все люди, все студии, все ждали, понятное дело, встречи Na'Vi, Virtus.pro. Вы ждали встречи против Na'Vi? Потому что они ждали точно. И вот она не случилась, это все на потом перенесли. Какие-то вот вообще разговоры были про то, что, ох, завтра на Na'Vi или что-то такое? Или в принципе там не важно, с кем играть? Ну, нам было не важно, то есть мы не были на этом настроенном. Там пару раз попрекалывались по вот этому. Когда мы проиграли, там комментарии, ну, я видел там, мол, мы профессионально задоджили, типа, Na'Vi, проиграли и т.д. Мы с этого прикалывались, но так, чтобы мы были настроены, там, поиграть с TeamCity, TeamTheHate и прочее. Такого не было, нам без разницы было. То есть мы к этому, ко всему отнестись вообще спокойно, в отличие от других. Может быть другие как-то были злые, хотели этого и прочее. Но это было бы как шоу интересно. Мы этого тоже хотели. То есть мы не проиграли HR намеренно, чтобы там на них не попасть. Это понятное дело. Было бы прикольно. Я лично этого хотел. Тем более, это, ну, лично мое мнение, на этих квалах это были, ну, самые сильные соперники. Так что было бы интересно с ними попробовать. Уровень квал действительно казался довольно ровным. Но глобально мы видим тренд этого сезона. У нас прошло 2 минора, 2 мажора. Команда из СНГ не выиграли в плей-офф мейджоров и майнеров ни одной серии. Твое мнение, уровень игры в СНГ сейчас в сравнении с другими регионами, в сравнении с тем же СНГ прошлого, позапрошлого года, выше, ниже? И если ниже или если выше, то в чем причина? Ну, из-за того, что тех ВП нету, можно сказать, ниже. Причина этому, не знаю, я вот недавно в интервью уже говорил о том, что проблема в СНГ в том, что есть середины игроки, их достаточно. Но нету такого, что в одной команде есть все 5 крутых игрок, то есть одного уровня. Если в одной команде, сейчас Dota такая, она настолько командная, что если один игрок, неважно, какой уровень будет проседать, то все, это уже тянет тебя на дно. То есть у нас есть 2-3 команды, в которых не каждый игрок тир один уровня. Но если бы им хоть одному поменять, или там двоих на более хороших, у них все получалось бы. То есть я вижу так, что в каждой команде есть 1-2 игрока, которые, ну, тянет их на дно. Так что я думаю, проблема в этом. А там в тех же Liquid новый, вот. Я вижу, я этих ребят знаю из Хона, они просто, это самые лучшие игроки из Хона. Я еще помню, мы в одно время примерно все перешли с Хона в Доту. Я еще помню, когда я там зашел в Доту, у меня было 5К, я с ребятами играл, с друзьями, я попадался на того же боксе, на этих ребят. И я им говорил, вот, поверьте мне, вот этот бокс, он через пару лет будет и один игроком, и выиграет всех. То есть он в Хоне реально был удивительным игроком, он хорошо играл, и как и все его тиммейты. Это крутейшие игроки. И почему у них так работает хорошо все, потому что у них, каждый игрок, они очень крутые. Типа как личность, они хорошо играют, и давно причем. И я думаю, этого не хватает в СНГ. Ну да, Хон, как любят на радио называть, Хон Трэш уже интернешнл, он выигрывал побольше, чем дотеры. Так что не стоит к ним так относиться. Ты играл в многих командах, ты участвовал и в разнообразных топовых турнирах, и в серии DPC, и в LAN. То есть с многими ты поработал, в чем отличие работы, игры, тренировок в тех командах и в Virtus.pro? Вот времени Virtus.pro ты пока много не провел, но уже есть какой-то видимо, уже есть какая-то разница. Можно ли ее как-то обрисовать словами, эту разницу? Ну, в первую очередь, это игроки, то есть тиммейты, с которыми я сейчас играю, они на уровень больше, чем я играл, с кем я играл до этого. То есть ты проходишь такую команду, ты чувствуешь на себе такую, ну, ты чувствуешь то, что это более профессиональный уровень, и тебе надо к этому относиться более серьезно, чтобы остаться в таком коллективе и развести вместе с ними. То есть, ну, они знают много вещей, которые, как бы, я не знал, ну, про которых я даже думать не мог. То есть я такой пришел, думаю, ну, наверное, я понимаю те же вещи, что они мне сразу даже нован сказал. То есть та дота, в которой ты играл, сейчас она будет, ну, немного другой. То есть я надо будет к некоторым вещам привыкнуть, игра будет более быстрой, быстрее решение, все такое. Этого всего раньше не было. Сейчас я пришел, меня некоторым вещам научили, я уже более-менее так привык. И скажу одно, мой личный подход тоже изменился. То есть я понял многие ошибки свои, которые я допускал в других командах. И я в какой-то момент я прихожу в команду, у меня есть желание играть. И потом бывает такое, что у нас не получается, у меня желание пропадает, вера в тиммейтов пропадает. И я сам расслаблялся и относился, ну, плохо к игре. То есть команде я там мало тренировался, мало времени уделял к реплеям и прочим. Я сюда прихожу, это уже автоматически во мне загорелось и мне хочется работать. Это, возможно, из-за того, что я просто учусь на ошибках, научился, так сказать. Виртузпро команда, которая постоянно под микроскопом. И что бы ты ни сделал, ты срываешь тонны, тонны комментариев. Если ты сделал хорошо, несколько человек напишут, что классно. Но если ты что-то сделал плохо, тебя просто уничтожают, будь ты Нуан, Солар, Изоль. Не важно, кто ты, тебя будут уничтожать. Готов ли ты морально к этому? И как ты относишься к этому всему хейту, который происходит или не происходит? Устойчив ли ты к этому? Да, более чем просто. У меня уже не такой возраст, чтобы сидеть и слушать хейт дотеров, которые сидят в комментариях. Многие из них это просто ставочники. Проиграли ставку и все. Они готовы тебе такие вещи писать, что я читаю и думаю, блин, откуда ты взялась вообще? Они реально такие гадости пишут из-за того, что они проиграли 500 гривен. По их жизни они ставили, им никто гаранта не давал. Вдруг у меня там плохое настроение, вдруг у меня там что-то случилось, я автоматически сыграю плохо. Но он этого не знает. Я ему тоже не гарантирую, что так круто сыграю. И все. Ну, я к таким вещам очень спокойно отношусь. То есть мне нравится, когда мне пишут хорошие вещи, когда мне хвалят. А когда мне пишут что-то плохое, я на это внимание обращаю. Потому что я живу по принципу, ты либо говоришь что-то хорошее о человеке, либо молчи, оставь себе. И когда другие делают обратное, ну, неспокойно отношусь, это не мое дело, их проблема. Вообще вот до ВП, Б8, и если честно, многие были удивлены, Куман, Дэнди, у вас был вот этот смешной конфликт там несколько лет назад. Как ты вообще попал в Б8? Как это произошло? И тот конфликт вообще был, или это была теория заговора, вы просто друг друга делали популярнее? Не, он был. Там такая ситуация, как потом оказалось, мы с ним поговорили по телефону. Мне сначала Игорь, бэтплеер, написал, вот сказал, команда есть, Даня, нам хотелось, чтобы ты с вами поиграл. Тай, дай, тп. И готов ли ты вообще с ним поговорить, обговорить все, что у вас было и поиграть. На этот момент давно уже отсутствовал на про сцене. Ну, вообще в команде нигде не играл. Вот месяца четыре, по-моему, три-четыре. И мне захотелось вернуться. То есть мне надоело там отдыхать от всего этого, стримить. Хотел поиграть. Это, ну, надо было с чего-то начинать, чтобы показать себя. Потому что все уже относились ко мне, как уже к стримеру, которому надоело играть. Я просто сидел, себе папчик играл и чилил. Надо было себя где-то показать. И это был для меня хороший вариант. Тем более, я 71 поиграл в одну игру. Мне понравилось. А как, что было с Даней, ну, и когда это обговорили уже, он сказал, что, мол, он даже не знал, что я стримлю. По-моему, он даже говорил, что это не знаю. Хотя, не, он этого не говорил, что не знал, что это я. Но я не знал, что это он. Точно не знал. То есть у меня к нему до этого ничего плохого не было. И плюс я еще такой молодой, горячий, просто на все реагировал в доте. Потому что моему менталитету то, что происходит в этой игре, вообще не свойственно. Поэтому я поначалу не мог привыкнуть. Потом я осознал, что это все-таки интернет. Тут всегда так будет. В интернете дозволено все. Ты заходишь сюда и будь готов к этому. Ты уже соглашаешь на то, что тебе кто угодно может сказать что угодно. Ну и, собственно, я так отреагировал на его слова. Я сейчас не помню, кто начинал, что за ситуация была. Помню, на какой у меня герой играл и все. Было весело. Да, было весело. И мне немного стремно, что ли, эта ситуация вообще была через какое-то время. Но я уже никаких обид не держал. Я уже потом осознал, как это работает. Сейчас в доте, играя в доту, самый спокойный игрок даже может тильтовать и людям всякое говорить. Я это знаю по себе, потому что я в жизни вообще абсолютно не такой человек, который я могу иногда побыть в доте. То есть эта игра, она реально раздражает. Когда ты играешь в игру в папчике, видишь, как абсолютно очень плохие игроки против тебя выигрывают тебя, лишь потому что у тебя таких игроков больше, чем у рогов. И ты от безысходности уже начинаешь нервничать и готов кому угодно сказать, как он плохо играет и еще что-то дополнительное. Но я от этого максимально сдерживаюсь в последнее время. Что советую всем, чтобы сохранить свои нервы. И надо быть уверенным в себе, чтобы не говорить другим людям, как вы плохие, как я хорош. В интернете, еще там до Dendy и так далее, откуда-то взялись невероятные слухи о том, что возможно ты будешь играть в Bougie. Есть ли под этим какая-то подоплека или это просто кто-то откуда-то придумал или может ты с кем-то общался? Нет, не было такого. Кто-то придумал, наверное. Неплохо это все работает. Просто люди смотрят, например, я стримлю, смотрят много людей. В основном я вижу людей, которые действительно фанаты, фанатеют и готовы пожелать мне все самое лучшее. И такие люди, которые тебя смотрят регулярно, они пишут топ-1, ты крутой, почему ты еще не в ВП, почему ты там не там и прочее. И ты видишь, что люди реально считают тебя сильным и вот видят, что вот уже особилось место, вот тут топ-1 керри СНГ, крутой, надо его засунуть туда и все, знаешь, кто-то напишет, потом кто-то скопирует, напишет и пошло-поехало. То есть слухи с слухами, никакой инфы, прям достоверно не было там. Заканчивая это интервью, самый простой, самый понятный вопрос, известный мемчик про тебя, который любая копипаста в любой игре, где бы ты ни играл. Весь чат и так далее. Ты ему подыгрываешь иногда, ну вот как ты к этому вообще относишься? Ну потому что, ну ты понимаешь, что если ты человеку, любому болельщику Доты в СНГ скажешь Куман, что ассоциируется, первое он скажет вот этот вот мемчик. Ты с ним смирился как-то и используешь его, не знаю, как свою силенную сторону или тебе просто плевать? Нет, мне всегда прикольно, то есть в комментарии заходишь, везде ты видишь, но я к этому привык, знаешь, там, видишь Куман топ-1 сразу даже не читаешь, дальше ты уже видишь там, ну куча лайков под этим комментарий всегда, это регулярно. Я не знаю, когда это пропадет, уже вечность лится, ну я к этому абсолютно спокойно отношусь, с приколом, сам приколаюсь этого, ну я не помню, когда это вообще началось, я знаю, что началось с моего же стрима, там кто-то решил это писать, потом копия, 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 разошлось везде, повсюду. Ну, это прикольно, это забавно, я пожал руку чуваку, который это придумал, написал в первую очередь. Удачи вам в Лос-Анджелесе, очень важный мейджор для вас и заканчивая интервью, какие-то слова благодарности, не знаю, тиммейтам, спонсорам, как всегда, там великолепная камера. Да, тиммейтам огромное спасибо, что поверили, взяли меня, я еще полностью показал себя, но все еще впереди, главное, чтобы меня верили, чтобы я верил в них и огромное спасибо личным фанатам, которые за последнее время очень долго следили и говорили, писали приятности, очень мало хейта было, я это заметил, так что да, вам спасибо. Все, спасибо тебе еще раз огромное за то, что уделил время и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!